У наших водителей видеорегистратор всегда в боевой готовности. Именно ваши ролики делают нашу передачу настоящей. Вы снимаете, а мы показываем. Пусть эти истории увидит вся страна. Погоня. Плохие парни убегают, полицейские догоняют. Кому улыбнется удача? Пьяная компания гонит по ночному Егорьевску на джипе. Его водитель игнорирует требования инспекторов ГАИ. А когда патрульная машина пытается прижать нарушителя к тротуару, даже возмущается. Беглец уходит от одной полицейской машины. Но ему на перерез выезжает второй экипаж. Водитель джипа объезжает и эту преграду, чем вызывает восторг у своих приятелей. Ю-ху! Я пять звездочек набрал уже. Пьяная компания решает пошалить с полицейскими. Для молодых людей все происходящее, как лихая компьютерная игра. Чистое удовольствие. Андрюх, вот скажи по-честному, ты в детстве много в ГАТА играл? Что, сказывается сильно? Да. Крутые парни представляют себя в виртуальной игре и продолжают шутить с представителями закона. Похоже, на этот раз им удается уйти. Хорошо бы не сбили никого в состоянии эйфории. А где вертолеты? А вот и вертолеты. Это погоня американских полицейских за безбашенным водителем. Вот он подрезает попутный автомобиль. Авария. Мужчина выскакивает из машины, подбегает к автомобилю и выбрасывает из него водителя. Пассажирка в страхе сама выпрыгивает из салона. Беглец поменял машину. Так он пытается сбить со следа полицейскую погоню. Подозреваемый несется на угнанной машине против потока. И встречные автомобили жмутся к обочине. Но фура прижаться не может. И тогда нарушитель сам обходит ее. За грузовиком полицейская машина. Но беглец продолжает нестись по полосе встречного движения. Чтобы остановить безумца, полицмены бросают ему под колеса стальные ленты с шипами. Но промахиваются и дырявят покрышки законопослушным водителям. А нарушитель продолжает лететь по встречке. Подозреваемый вновь задумал сменить машину. И несколько раз бьет в задний бампер попутку. Он даже дверь открыл на ходу, чтобы быстрее пересесть в чужую машину. Но водитель черного седана прибавил газу и свернул на развилке. Преступник тут же нашел себе другую жертву. Он таранит серебристую легковушку так, что вырывает с мясом фару у минивэна, который угнал несколько минут назад. Подозреваемый подбегает к остановившемуся после аварии седану и выдергивает из-за руля девушку водителя. На первом же перекрестке беглец вылетает на красный и врезается сразу в две машины. Он в третий раз пытается проделать трюк с выбрасыванием хозяина из авто, но к месту аварии успевают полицейские. И теперь нарушитель уходит от погони на своих двоих. А инспекторы ГАИ Егорьевского района Московской области продолжают преследование джипа. Пьяная компания игнорирует требования стражей порядка. Более того, раздухарившиеся молодые люди снимают погоню на камеру мобильного телефона. Но не так уж и все равно водителю джипа. Он кружит по городу неспроста. Опасается, что полицейские применят табельное оружие. И водитель внедорожника твердо решает. Он не станет останавливать машину. Не сбавляя скорости, нарушитель сигналит пешеходам, чтобы те не лезли под колеса. Водитель направляет джип на тротуар. И машина бьется брюхом о высокий бордюр. Нарушители пытаются уйти от погони, петляя по дворам спального района. И пока удача на их стороне. Но полицейские не отстают. И водитель джипа возмущается снова. Полицейские снова пытаются прижать нарушителя к тротуару. Но тот не намерен сдаваться. Еще один патрульный экипаж выезжает на переезд джипу. Но беглец снова ловко увертывается от стражей порядка. Водитель внедорожника подзадоривает сам себя в заочном диалоге с полицейскими и продолжает давить на газ. Я просто не понимаю, я себя преследую, не понимаю. Ну все, пора уходить, а то без бензина останемся сейчас. Блин, зальем. А мы уйдем один? Блин, говорит, зальем. Как в погоне зальем? Американскому беглецу бензин уже не нужен. Теперь он пытается убежать от погони. Но полицейский вертолет фиксирует каждый его шаг. Вот он забегает во дворы частных домов. Теряет куртку. Погоня настолько жаркая, что верхняя одежда только мешает. И тут на пути беглеца вырастает забор. Он сходу пытается перепрыгнуть через сетку, но сил на гимнастику уже не осталось. Сразу трое полицменов окружают преступника, и тот сам ложится лицом в снег. Все, отбегался. А пьяная компания нарушителей из Егоревска продолжает колесить по ночному городку. Вот выходные, я понимаю. Вот это праздники майские. Полицейские снова вплотную подошли к машине беглецов, но водитель джипа уверен и в себе, и в своей машине. Трешку слева будет делать. Уходя от погони, джип вылетает за город и съезжает с шоссе на лесную грунтовую дорогу. Один из пассажиров трезвее начинает опасаться за свою жизнь. В этот раз пацанам повезло. Ушли от погони по ухабам лесной дороги. Но жизнь не компьютерная игрушка. В полицейских машинах тоже есть видеокамеры. И на следующем уровне нарушителей найдут. Не уверен. Движение не начинай. Водители часто забывают это правило и уверенно попадают в неприятности. Это эксклюзивное видео нашей программе передали сотрудники ГАИ Тверской области. Водитель микроавтобуса уверенно разворачивается с обочины, и в него тут же на всем ходу врезается байкер. Мотоциклист не может самостоятельно подняться после столкновения, и ему на помощь спешат очевидцы аварии. Чёрный седан подъезжает к перекрёстку, мигая левым поворотником. И тут же начинает разворот. Помеха справа? Какая помеха? Другая машина, тоже чёрная, тут же влетает в правое переднее крыло. Очевидцами столкновения становятся пожарные. Красная машина проезжает перекрёсток, где только что случилась авария. Разворачивается через квартал по всем правилам и возвращается к месту ДТП. Пожара, слава богу, нет. Но пожарные пришли на помощь. Водитель ждёт очереди на разворот. Как вдруг из крайнего правого ряда в его задний бампер прилетает седан. Капот в смятку. Двери синхронно открываются и синхронно выпускают из салона двух девушек. Подушки безопасности уберегли их от серьёзных травм. На лице автоледи, кроме синяков от удара сработавших подушек, читается ещё и вопрос. Как же так? А вот так, красавица. Не уверена? Не обгоняй. Пьяные водители всегда уверены в своих силах и нарушают тоже уверенно. Серебристый джип перестраивается из ряда в ряд и бьёт в левый бок чёрную иномарку. А себе сносит боковое зеркало. И что это она, блядь? Смотри, смотри, без номеров убегает. Водитель внедорожника решил поскорее покинуть место ДТП, не объяснившись. Но владелец чёрного седана пускается за ним в погоню. Человек, в машине которого установлен регистратор, решает помочь пострадавшему в аварии. Сзади стоите, надо ему телефон оставить. Владелец чёрного седана пытается блокировать нарушителя. И сам нарушает. Пересекает две сплошных, обгоняет джип по встречке и встаёт на его пути. Стоит, а намас. Пьяный, что ли? Главное, чтобы меня ещё не спешит. Хозяин пострадавшего седана выскакивает из машины и на ходу открывает пассажирскую дверь джипа. Нарушитель тут же бьёт по газам и оставляет преследователя с пустыми руками. Догоняй, догоняй! Но гоняться дальше не пришлось. Джип дёрнулся, встал на обочине, и ему тут же перекрыл дорогу добровольный помощник, который записал на видео всю погоню. Что было дальше, остаётся только догадываться. Регистратор больше ничего не писал. Ну, наверное, поговорили по-мужски. Как это водится на дороге? Пьяный, б***ь! Водители терпеливо ждут, когда загорится зелёный. Но одному горячему латышскому парню ждать не в моготу. Его машина торпедой вылетает на перекрёсток и таранит чёрный седан. От удара автомобиль нарушителя разворачивает на 180 градусов. Он врезается в стоящую на светофоре машину. Пока пострадавший водитель вызывал скорую для пьяного виновника аварии, тот бросил свою машину и ушёл с места ДТП. Вроде все живы. Пьяный лихач несётся по Барнаулу со скоростью 150 км в час. Гонит на красной. Пытается скрыться от полиции. Патрульная машина догоняет и прижимает нарушителя. Но тот давит педаль газа в пол и уходит от стражей порядка по обочине. Беглеца вновь догоняют. И тогда он таранит полицейский экипаж. Автомобиль инспектора ГАИ вылетает с дороги в глубокий кювет и врезается в рекламный щит. Когда врачи приехали на место аварии, полицейский был ещё жив. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в городскую больницу номер один Барнаула. Позже сотрудник органов внутренних дел от полученных ранений скончался. Водитель, ставший убийцей полицейского во время ДТП, не получил ни царапины. Он меня обогнал и стал прижимать. Я просто не среагировал. До этого приходилось ещё и убегать от погони? Ну раз было, когда я ездил без прав. Я не хотел. Лучше бы сам погиб. Учитывая прошлое подвиги водителя-пьяницы, судья без колебаний заключила его под стражу. Паркуете машину на ночь перед домом? Застрахуйте её от пожара. На всякий случай. Город Октябрьский, Республика Башкирия. Четыре утра. На парковку перед домом выходит мужчина с двумя пакетами в руках и присаживается на корточке около внедорожника. Снимает колёса? Не похоже. Что у него на уме? Камера наблюдения фиксирует, как мужчина чиркает зажигалкой и не торопясь уходит. Через несколько секунд парковка становится местом преступления. Пламя охватывает джип, а меньше чем через минуту загорается и соседняя машина. Оказывается, это серийные поджигатели. Действуют нагло и не скрывают своих лиц. Что бы интересно сделали с ними владельцы автомобилей? А это всё, что осталось от запаркованных на ночь машин. Душераздирающее зрелище. Машина, конечно, жаль. Тем не менее, это хоть и дорогое, но всего лишь железо. Можно восстановить или купить новый авто. С человеком так не получится. Джип на перекрёстке сворачивает налево и тут же сбивает девушку, которая переходила дорогу на зелёный. Метров семь внедорожник везёт её на своём капоте. Потом девушка падает под колёса. Наконец-то затормозил. Сбитая девушка ещё жива. На помощь пешеходу из джипа выскакивает пассажир. Ему помогает случайный очевидец. И только сейчас из машины выходит водитель. Это тоже девушка. И она в панике. Пострадавшую под руки отводят на тротуар. Водитель грузовика притормаживает на трассе перед зеброй. Пропускает пешехода. Женщина смело идёт дальше. И её тут же сбивает Нива. Классическая ситуация. Внедорожник, словно рассверепевший бык, поддевает даму на капот и отбрасывает метров на десять. Фуру вызывай! Водитель фуры и его сменщик выскакивают из кабины, чтобы помочь раненой женщине. Но иногда пешеход сам себе враг. Зеленоград. На разделительном островке посередине дороги стоит мужчина. Зебра всего в пятнадцати метрах, но пешеход начинает переходить дорогу там, где ему удобнее. Дошёл до середины в развалочку, посмотрел направо, увидел машину и рванул. Мол, успею. Вяло пробежал пару метров и прямо под колёса джипа. Водитель внедорожника не успел затормозить. Но первым пришёл на помощь самоуверенному пешеходу. Тормоз. Так называют некоторых очень неторопливых водителей. А как назвать приличным словом тех, у кого в машине нет тормозов? Аккуратно без тормозов! Дорога идёт под уклон. Впереди легковушка и внезапно женщина за рулём понимает. Отказали тормоза. Да! Тормозом нет! А-а-а! Вы же не к вам тормозили! О, доед! Ручным тормозом на этот раз поработало дерево у дороги. В него дамочка и затормозила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После аварии ругать можно всех подряд. Но начинать всегда нужно с себя. Особенно, если не слышишь и не видишь спецсигналов на дороге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На перекрёстке в Великих Луках иномарка не уступила дорогу скорой помощи, которая неслась на вызов с проблесковыми маячками и сиреной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удар! И не отложка летит по дороге вверх колёсами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь помощь нужна скорой помощи. И очевидцы аварии спешат к разбитому автомобилю. Неожиданно, но очень кстати, мимо места ДТП проезжает ещё одна неотложка. После столкновения с переворотом медики госпитализировали троих пострадавших. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хамство на дороге давно стало нормой. Нам хамят, мы хамим. Круговорот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скутер обгоняет легковушку, но останавливается, блокируя ей дорогу. Наездник разозлён стилем вождения девушки за рулём. Он бьёт машину колесом своего скутера и уезжает под комментарий автоледи. И б***ь ты, ёб***ь! Всё по-русски от первого до последнего слова. Но только и остаётся, что запикать комментарий. А ведь быть вежливым на дороге так просто. И для здоровья полезно, и автомобили целы. Берегите себя для нашей программы, для своих родных и близких. Ваш видеорегистратор включён? Тогда счастливого пути!